Приветствую Вас! И давайте мы с Вами для начала определимся так. Если Вы хотите поддержки, если Вы хотите именно какого-то понимания, то это одно. Если Вам нужна поддержка, если Вам нужны, знаете, слова сочувствия, слова сожаления и переживания, это одно. Если Вам нужен анализ того, что с Вами произошло и почему так произошло, это другое. И я думаю, что в первом случае Вам можно сказать так. Проблемы, ситуации тяжелые, безысходные, безвыходные, они бывают, они встречаются. И Вы сейчас оказались в одной из них. И хотел бы я Вам сказать, что их больше у Вас не будет. Хотел бы я Вам сказать, что в безысходных ситуациях Вы больше не окажетесь. Но, если бы я так сказал, это была бы неправда. Потому что будут еще безысходные ситуации, и Вам будет еще казаться, что Вы, вот как сейчас, брошенные, там, всем миром, что Вы, там, никому не нужны, и прочее. И это именно, что так кажется. Потому что, потому что, потому что, вам кажется, в силу своего эмоционального отношения, к тем или иным вещам, которые с Вами происходят. То есть, понятно, конечно, что предательство друзей и девушки очень сложно пережить. Вот правильно Вам сказал мой коллега о том, что у Вас вот эта преданность, точнее даже ощущение предательства, оно у Вас, вероятно, сохранилось. Но, знаете, я бы не хотел заострять внимание сейчас, именно на нем, на обладательство, так как я думаю, что это на самом-то деле не главное. Главное немножечко другое. Главное то, что Вы оказались, вот Вы оказались в определенной ситуации, и Вы чувствуете себя один и сразу. Это значит, что Вы чересчур сильно, чересчур много, зависите от тех людей, которые рядом с Вами. Вы задаете вопрос, можно ли жить, можно ли забить на близких? Конечно же, забивать на близких нельзя. Это было бы неправильно. Я надеюсь, что мы это с Вами понимаем. Но, нельзя зависеть от этих близких настолько, чтобы в случае предательства, вот так, как Вы переживали. Чтобы в случае предательства, а человек может предать, и просто потому, что его чувственный фон изменился, человек может предать по многим причинам. Важно, чтобы Вы сами сохраняли свои личные границы, и не растворялись, не идентифицировали себя с ним. А идентификация происходит как раз таки потому, отчасти, что через людей Вы хотите удовлетворить какие-то свои потребности. Ну, например, потребность в нужности. Вот Вам хочется ощущать, допустим, что Вы нужны, что Вы востребованы, что Вы важны кому-то и так далее. То есть получается, что у Вас вполне может иметь место быть определенная неуверенность в себе. Конечно, если такая неуверенность в себе присутствует, то ее нужно восполнять. Но восполнять не через общение с другими людьми, не через попытку сделать так, чтобы люди Вас больше не предавали, потому что это зависит не от Вас. Это нужно сделать через обретение собственной самодостаточности, через обретение собственной независимости, через отношение к людям так, как если бы Вы были свободным человеком, коим Вы и являетесь. Может быть, просто не осознаете себя, но Вы этим человеком являетесь свободным и независимым. И нужно понять, а что Вам нужно для того, чтобы стать этим самым человеком, этим самым свободным и независимым? Что для этого нужно? И в каких моментах Вы чувствуете свою неуверенность сейчас? Что Вы потеряли? Вот смотрите. Вы пишете о том, что Вас предала девушка. Безусловно, ситуация неприятная. Отвечать этого момента нельзя. Да и было бы глупо. Но давайте подумаем об этом так. Девушка Вас предала. Значит, у нее были на это причины. Она Вам врала. Значит, у нее на это тоже были причины. Но она бы не стала этого делать, если бы, допустим, Вы давали бы ей все, что ей нужно. Если бы она была, допустим, счастлива. И это означает, что она с Вами не до конца счастлива. Только не нужно здесь думать, что Вы в этом виноваты. Я Вам это говорю не для того, чтобы вызвать у Вас чувство вины. И его, я думаю, у Вас и так хватает. Я говорю это для того, чтобы Вы поняли, почему девушка поступила так, как поступила. Вы не можете дать человеку того, что он хочет получить сам по себе. Вы можете дать человеку только то, что у Вас есть. То, чем Вы богаты. То, что Вы можете предоставить человеку. Вот это Вы дать можете. Так вот, девушка поступила по отношению к Вам. Либо очень эгоистично. То есть, она получала от Вас то, что Вы можете дать ей. И плюс еще то, что нужно ей. Либо просто-напросто перестала испытывать счастье рядом с Вас. И в этом случае, если Вы девушку любите. Если Вы желаете ей добра. Если Вы хотите, чтобы у нее все было хорошо. То в таком случае, Вам нужно подумать вот о чем. А почему Вы так сильно? Почему Вы так сильно переживаете? Переживаете из-за нее? Да. Понятно, что она Вас приняла. Понятно, что она Вам изменяла. Это понятно. Но ведь Вы ее любите. И понимаете, что если она так сделала. Значит, она так счастливее. Ей так лучше. И это, в свою очередь, значит, что если ей так лучше. Значит, Вы, при условии любви к ней, безусловно, бескорыстны. Ее с этим оставите. Примите ее выбор. Но Вы этот выбор принимать не можете. У Вас депрессия. И значит, Вам через нее что-то еще нужно для себя. И вот этот момент нужно проработать. Что именно с ней Вы получали такого, чего без нее Вы лишились. Как только Вы сможете это определить. Как только Вы сможете для себя это выявить. Вы тоже научитесь и начнете удовлетворять это. и не будете больше защищены настолько от людей. Тут нужно понимать, что нельзя заставить человека относиться к Вам так, как он не хочет. И нельзя самого себя заставить относиться к человеку так, как нужно ему. То есть, Вы такой, какой Вы есть, она такая, какая она есть. Но позвольте себе удовлетворять свои интересы. И позвольте себе не зависеть от нее. Могу предположить, что из-за как раз таки того, что у Вас нет родителей, Вы стремитесь вот эту вот адзинскую любовь восполнить за счет взаимодействия с другими близкими людьми. Может быть за счет друзей, может быть за счет девушки и так далее. То есть, Вы чересчур пытаетесь с ними сблизиться. А этого люди не принимают. Потому что чересчур сильное сближение вполне возможно этим людям не приятно. Их напрягает или наоборот обесценивает Вас. Я надеюсь, Вы это поняли, Вы это поняли. Когда Вы показываете чересчур сильную привязанность к людям, эти люди думают, что Вы в них нуждаетесь, и из-за этого Ваша ценность в их глазах падает. И вот это и является следствием причины, по которым Ваши отношения и с друзьями, и с девушками могут быть не складываются. Не нужно чересчур сильно сближаться с ними. А свои желания нужно удовлетворять немножечко другим путем, не через вот такое отношение к людям. Это, конечно же, очень важный момент. Но, понятно, что Вам очень, если честно, на данный период времени тяжело. Понятно, что Вам кажется, что Вы брошены. А воспринимаете это так, что девушка не оценила, не поняла до конца, кто с ней рядом был. Она не ценила Вас, она не видела в Вас того человека, которым Вы являетесь. А являетесь очень достойным мужчиной, судя по тому, что Вы добились. И она этого не оценила. Так простите, вся эта проблема Ваша или Ее? Простите, эта девушка не смогла увидеть в Вас то, что есть. Этой девушке понадобилось что-то еще. Значит, это целиком и полностью ее проблема. И ее, а не Ваша. А Вам нужно только понять, что Вы хотите от людей получать, кроме личных отношений с ними. Я думаю, что все у Вас будет хорошо. Я думаю, что если Вы какие-то проблемы, аспекты, моменты замечали в своей жизни раньше, то есть, ну вот, например, замечали такую вещь, что люди рано или порно Вас предают, да? То это значит, что их ценность для... Точнее, Ваша ценность для них, ну, падала со временем. И дабы такое не повторить, дабы такое не произошло еще, надо понять, а почему эта ценность падала. Я думаю, что Вам сейчас нужно пожить вообще говоря для себя. Я думаю, что это основной момент, который Вам вообще нужно сделать своим постулатом, своим самым главным направлением деятельности. Это жить для себя. Вот Вы жили, например, для девушки, Вы жили для кого-то, да, для своих друзей. Поживите для себя. Научитесь ценить себя. Сделайте то, что Вы сейчас больше всего хотите. Сделайте то, что Вам нравится, о чем Вы давно мечтали, но не могли себе позволить. Поживите для себя, а не для людей. А покажите самому себе, что Вы любите себя. Покажите самому себе, что Вы цените себя, что Вы достойны. И тогда у Вас появится завершенно справедливое ощущение, что, простите, но те люди, которые Вас предали, просто-напросто бедные душой личности. Они не понимали, не оценивали Вас, и возможно потому, что Вы недостаточно любите себя. Если это так, то вот сейчас самое время, чтобы начать думать больше о себе самом. Поэтому, пока Вы не будете, знаете как, пока Вы не будете соблюдать свои личные границы, пока Вы не будете защищать себя, вот, чтобы люди видели, что Вас нельзя обязательно, что даже если Вы там что-то делаете для других, то Вы помогаете им не ради них, не ради того, чтобы быть с ними, да, а ради себя, потому что это нужно Вам, и что у Вас есть достоинства. Ну, боюсь, такие ситуации будут повторяться раз за разом. Вам сейчас очень тяжело. Это, безусловно, ясно. Если говорить о том, что нужно Вам делать именно сейчас, то сейчас старайтесь просто в своей жизни максимально, вот максимально генерировать позитив, то есть извне, извне концентрировать свое внимание лично на чем-то хорошем. Например, Вы переживаете по поводу девушки, это понятно, спросите себя, мог так поступить, как она с Вами любимый человек, ну, то есть человек, который Вас любит. Наверное, нет. Значит, значит, она Вас не любит. Если она Вас не любит, значит, она либо Вам использовалась, либо без Вас ей будет лучше. И все. Отпустите этого человека, как лишнего или как временного для Вас. Без этого не получится, знаете, жить дальше. Следующий важный момент. Не нужно думать, что Вы сейчас переживаете какие-то неправильные вещи. Не нужно думать, что Вы сейчас сломали. Не нужно думать, что Вы как-то потеряли себя, или что Вы больше ни на что не способны и так далее. Нет. Все это нормально. То, что Вы сейчас переживаете, это абсолютно и полностью нормально. Более того, это хорошо, что Вы выразили свои эмоции так. Хорошо, что Вы не оставили их внутри. Хорошо, что Вы позволили им выйти. Хорошо, что Вы позволили им проявиться. Теперь Вам нужно видеть свой негатив, который у Вас имеется, последовательно выпускать. А отношения с людьми Вам нужно переосмысливать. Потому что, надеюсь, понятно, что так, как Вы строили их до сих пор, больше строить нельзя. Просто потому, что они приводят, к сожалению, негативных последствий. Ну и вообще, люди, если им все время делать добро, без защиты своих личных границ и своего личного пространства, люди, к сожалению, перестанут ценить то, что Вы делаете. А это значит, что нужно любить себя. Вы очень много всего в своей жизни сделали. Вы показали, Вы доказали себе и всем, что Вы способны не только чего-то добиться, Вы способны вообще перевернуть представление об определенных людях, об определенном типе, об определенном классе людей. И это здорово. Здорово, что Вы, будучи сиротой, смогли подняться на успешного человека. И это, безусловно, прекрасно. Теперь осталось Вам встретить тех людей, которые по достоинству оценили бы Вас. Но такие люди, которые по достоинству Вас оценили, представляют собой людей независимых. Представляют собой людей самодостаточных. Представляют собой людей самобытных. А Вы такой человек? Я думаю, что Вы можете быть таким и таким человеком. Я думаю, что Вы можете быть очень легко таким человеком. Главное, чтобы Вы стремились к этому. Главное, чтобы Вы взяли это направление. А то, что сейчас происходит с Вами, надо воспринимать как переходный период. Некое критическое переживание, которое поможет Вам открыть для себя новые горизонты. Открыть для себя новые ценности. Новые истины. Открыть ненужных людей. Знаете, можно, пребывая в одном и том же эмоциональном предстоянии, можно в 30-е годами, а то и даже десятилетиями, быть с одними и теми же людьми. При этом даже не обозглавая и не понимая, что эти люди ни во что не ставят. Ни Вас, ни даже по большому счету себя. И только через критическое переживание, только через вот такое вот сильное, как у Вас сейчас, волнение, да, как сильное потрясение, только через это можно осознать, что какой-то человек нужен, а какой-то нет. Ведь все люди познаются, к сожалению, в критических моментах. И если Ваша девушка, зная, что Вы проходили операцию и предавала Вас, значит, она никогда не была с Вами. Ей было просто с Вами удобно. А это значит, что фактов предательства не было. Но Вам она была нужна. И вот поэтому Вы с ней были все это время. Вот давайте, знаете, Вы пока что ни о чем в таком думать не будете. Ваше подсознание сейчас, оно активно работает. Смотрите, у Вас потрясающая способность к выживанию. Вы ведь действительно добились выдающихся успехов в том, что касается выживания в мире. Так вот, Ваша способность к выживанию, навык к выживанию, он ведь никуда не делается на самом-то деле. Он остался с Вами по-прежнему. И Вам нужно просто отключить сейчас голову. Постоянно с чем-то отвлекаться, получать какие-то новые впечатления. Если бодрее будет смотреть фильмы, слушать музыку, что угодно. Главное, главное для Вас, это дать себе время, чтобы Ваша способность к выживанию, которая у Вас есть, и которая никуда не делает, и которая обязательно даст о себе знать, смогла помочь Вам все преодолеть. Преодолеть этот тяжелый период, когда Вам кажется, что все плохо. Главное Вам здесь, просто отвлекаться. Не зацеливаться на проблеме, не думать, не даться, что-то сейчас для себя новое узнать, что-то сейчас понять, что-то сразу переосмыслить, открыть для себя какие-то истины и так далее. Почему? Потому что все это только субъективно. То есть, с Вашей точки зрения, это не объективно. Для девушки, например, мало что изменилось. Для Ваших друзей тоже мало что изменилось. Но изменилось для Вас. Так вот, дайте себе самому возможность определить, что Вам важно, что Вам сейчас правильнее всего сделать. Так на то, чтобы это сделать, на то, чтобы переосмыслить эти новые приоритеты в своей жизни, нужно время. И это время у Вас, мне кажется, есть. Все, что нужно, это просто, в данный момент, это, знаете, как переживают друг у друга? Знаешь, как переживают непогоду? Как переживают стихию? Как переживают бурю? Или некоторые переживают войну? Вот примерно так, и нужно переживать Вам. Просто переждать. И все образуется само собой. А проблемы, если Вы эти проблемы осознаете, если Вы, например, откликнулись на те аспекты, которые я Вам, например, предложил. Их нужно решать. В принципе, тех средств, которые я описал, вполне достаточно для того, чтобы решить Ваши проблемы. Не говорю, что они у Вас простые, безусловно, не говорю, что они у Вас легкие, но, тем не менее, решить их можно, эти проблемы. Главное, Ваши желания и понимание сути их. И, соответственно, адаптации своей модели поведения, своих поведенческих моделей. И все. Если потребуется помощь в этом, то я могу Вам помочь. Или любой эксперт на нашем ресурсе, думаю, сработает и Вам в этом поможет. Но в том, что касается кризиса, поймите. Кризис бывает у всех. И кризис это нормально. Кризис делает человека сильнее. Кризис проверяет человека на прочность. Кризис проверяет на прочность не только самого человека, но и его желания, его стремления, его убеждения. Все-то остается после кризиса. 100 тысяч за. Это как огранка, когда все лишнее убираются. Вот и Вы так же. Вы как бы становитесь крепче, становитесь острее, упорнее и так далее. И всегда помните, что человеческая жизнь, она циклична. Есть взлеты и падения. Так вот, если Вы сейчас чувствуете, что Вы упали, Вы обязательно встанете и достанете новых вершин. Еще больших. Еще более высоких. Более перспективных, чем раньше. Но это невозможно без кризиса. Потому что кризис это то, что разбивает человека. Кризис и кризис это то, что меняет человека. А значит, дает ему возможность прогрессировать. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю Вам всего доброго и удачи.